Скажу откровенно, для меня это полная неожиданность. Я думаю, что вы все, и я в том числе, мы за последние годы привыкли к тому, что в западном сообществе всё принимается из особых дискуссий, во всяком случае, внешне так всегда выглядит, и в соответствии с пожеланиями и позицией главного партнёра, то есть Соединённых Штатов Америки. Если на этот раз какой-то сбой произошёл, то, повторяю, для меня это неожиданно, и более того, я даже удивлён этими, на этой позиции. Но, с другой стороны, это всё-таки говорит, видимо, о том, что и Британия, хотя это Великобритания, хотя это главный, основной геополитический союзник Соединённых Штатов вообще в мире, я думаю, и в Европе тем более, что даже там есть люди, которые руководствуются национальными интересами, здравым смыслом, дорожат своим суверенитетом. Но и кроме всего прочего, ведь это, на мой взгляд, ещё и результат анализа того, что произошло за последние, за предыдущие годы. Я имею в виду те трагические события, которые произошли в регионе Ближнего Востока, в других странах, и, несмотря на заявленные цели, всё-таки достижение этих целей ещё очень проблематично. Но я имею в виду и Афганистан, и тем более Ирак, Ливию и другие страны. Ну а что касается Египта, мы знаем, что там происходит. Поэтому я думаю, что, не думаю, уверен, люди анализируют происходящие события, делают выводы и соответствующим образом реагируют. Владимир Владимирович, агентство «Интерфакс», скажите, пожалуйста, вы лично как считаете, кто применил химическое оружие в Сирии? И расскажите о вашей оценке ситуации, которая сложилась в связи с этим в этой стране. Мы давно ведём дискуссию с нашими американскими партнёрами по этому вопросу. Вы знаете нашу позицию. Что касается возможного применения оружия, массового уничтожения, любого оружия массового уничтожения, включая и химическое оружие, то наша позиция является последовательной. Мы категорические противники, мы осуждаем, и, соответственно, если это будет доказано, примем консолидированное наше участие в разработке мер противодействия подобным проявлениям. Что касается данного случая, как известно и раньше, сирийское правительство обращалось к международному сообществу с просьбой проинспектировать, как они считали применение боевиками химических средств поражения людей. Но это, к сожалению, не было сделано. Реакция последовала только 21 числа, после 21 числа, после того, как было применено в очередной раз, были применены эти средства. Но какая моя оценка? Здравый смысл говорить сам за себя. Сирийские правительственные войска наступают. В некоторых регионах они окружили повстанцев. В этих условиях давать козырь тем, кто постоянно призывает к внешнему военному вмешательству, просто дурь несусветная. Это не соответствует вообще никакой логике. Да ещё в день приезда наблюдателей ООН. Поэтому я убеждён, что это не более, чем провокация тех, кто хочет втянуть другие страны в сирийский конфликт, кто хочет добиться поддержки со стороны могущественных участников международной деятельности. Прежде всего, конечно, Соединённых Штатов. У меня в этом сомнений нет. Что касается позиции наших американских коллег, друзей, которые утверждают, что правительственные войска применили оружие массового уничтожения, в данном случае химическое оружие, и говорят, что у них есть такие доказательства, но пусть тогда они их предъявят инспекторам ООН и в Совет безопасности. Ссылки на то, что у них такие доказательства есть, но они секретные, они никому не могут их предоставить, не выдерживают никакой критики. Это просто неуважение к своим партнёрам и к участникам международной деятельности. Если есть доказательства, они должны быть предъявлены. Если они не предъявлены, значит их нет. Ссылки на то, что это какие-то очередные перехваты каких-то переговоров, которые ничего не доказывают, не могут быть положены в основу принятия таких фундаментальных решений, как применение силы в отношении суверенного государства. Скажите, пожалуйста, у вас за последнее время было много телефонных важных переговоров с премьером Великобритании, с канцлером ФФРГ, с президентом Ирана, а были у вас переговоры по Сирии с американским президентом Бараком Обамой? И если были, то о чём договорились, а если нет, может быть, прямо сейчас хотите что-нибудь ему передать? Спасибо вам за посреднические услуги, за предложение посреднических услуг. Действительно, у меня были переговоры с канцлером ФРГ, с премьер-министром Великобритании, с премьером Турции, с президентом Ирана. Мы с президентом Соединенных Штатов на восьмёрке эту проблему, конечно, тоже обсуждали. И, кстати, тогда договорились о том, что вместе будем способствовать проведению мирных переговоров в Женеве, это так называемая Женева-2, и американцы брали на себя обязанность привести на эти переговоры вооружённую оппозицию. Ну, это сложный процесс, я понимаю, и, судя по всему, им это не удаётся. Но вот за последнее время, особенно после новых обвинений правительства Сирии в применении химического оружия, таких переговоров у меня с президентом Соединенных Штатов не было. Что касается нашей оппозиции, она известна. Что бы я сказал, даже не знаю. Знаете, я бы прежде всего обратился к нему не как к своему коллеге, не как к президенту США и как к главе государства, а как к лауреату Нобелевской премии мира. Нам нужно вспомнить, вспомнить, что происходило за последние десятилетия. Сколько раз Соединённые Штаты были инициаторами вооружённых конфликтов в разных регионах мира. И разве это решило хоть одну проблему? Афганистан, я уже говорил, да, Ирак. Ведь нет ни успокоения, нет демократии там никакой, к чему якобы стремились наши партнёры. Нет элементарного гражданского мира и равновесия. Вот на всё это нужно посмотреть, прежде чем принять решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов, за которыми, безусловно, последует жертва, в том числе среди мирного населения. Ну, разве нельзя и не нужно об этом подумать? Конечно, убеждён, что нужно. А как своему коллеге, сказал бы, что в ближайшее время у нас предстоит встреча в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что президент Соединённых Штатов будет там среди участников, и нам, безусловно, у нас будет возможность в таком широком составе поговорить, в том числе и в отношении сирийской проблемы ещё раз. Конечно, «Двадцатка» – это неформализованный юридический орган, это такой орган, который не может, это такая площадка, которая не может подменить с собой Совет безопасности Организации Объединённых Наций, и которой только он может принять решение о применении силы. Но это хорошая площадка для обсуждения проблемы. Но почему этим не воспользоваться? Кстати говоря, что касается интересов Соединённых Штатов. Ведь и в самих США, обратите внимание на прессу американскую, обратите внимание на высказывания политиков, экспертов, там по-разному оценивается тот или та, или другая военная акция. Большинство аналитиков сейчас склоняется к тому, что, например, акция в отношении Ирака была ошибочной. Но если исходим из того, что в прошлом были ошибки, почему сейчас это безошибочно считаете? Вот всё это должно нас заставить задуматься о том, чтобы без спешки принимать такие решения. И разве в интересах Соединённых Штатов лишний раз разрушать международную систему безопасности, фундаментальная основа международного права, разве это будет укреплять международный престиж Соединённых Штатов Америки? Вряд ли. Мы призываем, как следует подумать, прежде чем принимать такие решения, которые идут явно вразрез с мнением международного сообщества и разрушают всю систему безопасности. И, безусловно, нольствует ущерб конкретным людям. То, что что-то делать нужно, это очевидно. Но спешка в таких вещах может привести к результатам совершенно обратным ожиданиям. А как Вы считаете вероятность нанесения удара американцами всё-таки? Насколько высока? И что Россия будет делать, если такой удар будет нанесён? Ну, знаете, что... Ну, откуда я знаю? Это Вы у них спросите. Вот я могу Вам сказать, почему это происходит, почему это обсуждается. Понимаете, это элементарная вещь для людей, которые вовлечены в ход событий. Сирийская правительственная армия наступает. Так называемые повстанцы в сложном положении. У них нет такого вооружения, которое есть у правительственных войск. Нет ни авиации, ни ракетной техники, нет современных ракетных и артиллерийских систем. Что нужно сделать тем, кто является спонсорами этих повстанцев так называемых и тем, которые стоят за спиной этих спонсоров. Помочь им в военном отношении. Как? Заполнить вот эту недостающую нишу их возможностей. Нельзя же им поставить самолёты и ракетные системы. Научить их невозможно. Выход только один. Самим наносить удары. Что, если это произойдёт, это было бы крайне печально. До свидания. Скажу откровенно, для меня это полная неожиданность. Я думаю, что вы все, и я в том числе, мы за последние годы привыкли к тому, что в западном сообществе всё принимается из особой дискуссии. Во всяком случае, внешне так всегда выглядит. И в соответствии с пожеланиями и позицией главного партнера. За последние, за предыдущие годы я имею в виду те трагические события, которые произошли в регионе Ближнего Востока, в других странах. И, несмотря на заявленные цели, всё-таки достижение этих целей ещё очень проблематично. Я имею в виду и Афганистан, и тем более геополитический союзник Соединённых Штатов вообще в мире, я думаю, и в Европе тем более, что даже там есть люди, которые руководствуются национальными интересами, здравым смыслом, дорожат своим суверенитетом. Но и, кроме всего прочего, ведь это, на мой взгляд, ещё и результат анализа того, что произошло в Ирак, Ливию и другие страны. Ну, а что касается Египта, мы знаем, что там происходит. Поэтому я думаю, что не думаю, уверен, люди анализируют происходящие события, делают выводы и соответствующим образом реагируют. Вадим Андреевич, агентство Интерфакс. Скажите, пожалуйста, вы лично как считаете, кто... ...то из Соединённых Штатов Америки. Если на этот раз какой-то сбой произошёл, то, повторяю, для меня это неожиданно и более того, я даже удивлён этими на этой позиции. Но, с другой стороны, это всё-таки говорит, видимо, о том, что и Британия, хотя это Великобритания, хотя это главный, основной... М-м-м-м... М-м-м...